Соль, добавлю соль и в конце уксус тоже по вкусу 9%, 6%. Не важно, чтобы у вас была такая кислиночка. Когда вы добавляете соль, сахар, уксус, когда все в норме, вот эта грань очень вкусна получается, чтобы все вкусы раскрылись, не было какого-то перебора или недобора. Вот растительное масло, ну сколько здесь у меня? Ну, наверное, стакан. Вот выльем стакан этого масла. Положила я 3 столовые ложки горой пасты и 6 столовых ложек горой сахара. Потом в конце скажу, что я добавила или не добавила. Но пока вот меряю ложками горой, так мне будет удобно, чтобы знать. Здесь, наверное, где-то 3 килограмма, 3,5, может быть, 4 килограмма помидор зеленых было. Кстати, друзья, у кого угловая кухня, и вы не знаете, что поставить вот в этот угловой шкаф, поставьте туда кастрюли, сковородки, в общем, какие-то большие крупные вещи. Вот у меня стоят здесь кастрюли. И какая-то пустая тара. Сейчас все оставляю. Лешик приезжает с собой. Сачку ему налью в поезд, в эту баклажечку. В общем, оставляю. Какие-то мороженые заморозки в эти тоже баночки кладу. Тут же лук для заморозки, который... В общем, все в дело. Вот, смотрите, у меня здесь целый шкаф этот угловой кастрюль. И все очень удобно и доставать, и ставить. Еще вот перец красный, чили, кусочками. 70 рублей покупала у нас в Пролетарском. Он очень экономичный. Все время забываешь про этот острый перец свежий купить. Вот, добавляю буквально там пол чайной ложечки этого перца. Осторожно с ним нужно. Вон там такие зернышки. Вон, видите, какой он. И будут у меня острые помидорчики. Уже поставила вот стерилизовать крышки. Вот здесь начинает закипать. Сейчас включу духовку. На 100 градусов где-то. И простерилизую. Там вот 4 баночки, я думаю, закрою литровых. Вот добавила я сушеный базилик. Наверное, целую столовую ложку, а то и две горой. Сыпала прямо из банки. Кориандр вот сверху немножко. И добавила еще одну ложку столовую сахара. Соли, мне кажется, нормально. Удивительно, но, видимо, я изначально хорошо посолила помидоры, когда они стояли ночью. Здесь было полстакана сахара, ой, соли на вот эти 3-4 килограмма помидор. Еще раз попробую. Может быть, совсем чуть-чуть досолю. Ну и уксус тоже по вкусу. Кстати, забыла вам сказать, в пятерке купила вот такую ложку. Очень удобная. Просто очень. 125 рублей. Она очень хорошо подходит под весь набор, который я раньше покупала в магазине Икея. Так что, имейте в виду, в пятерочке продается вот такая ложка. Теперь уксус. Вот такая у меня рюмочка. Здесь 50 грамм. Уксус 9% обычный, 9% уксус. В общем, добавила и мне хорошо. Друзья, все по вкусу. Вы можете в этот рецепт вообще уксус не добавлять, потому что здесь все кипит, здесь все стерильно. Можно и без уксуса, если вы не любите уксус или вам там нельзя. Но я добавила, чтобы вот этот вкус раскрылся. И добавила еще одну столовую ложку без горки соли. То есть, получается полстакана изначально и еще одну столовую ложку. Вообще здесь все, друзья, по вкусу. Вот просто все. Ну вот, друзья, помидоры и сам соус приняли своеобразный цвет. Такой золотистый. Кипело это все где-то 20 минут. Вкус раскрылся. Все по вкусу. Уксус кислая, сладкая, соленая. Очень вкусно. Я добавила еще немножко острого перца, вот этого сухого. Мне не хватило остроты. Вот. Сейчас закатаю по банкам и все. Будет очень-очень вкусно зимой. Если доживет до зимы. И еще, друзья, один момент. Наливайте банки, вот прям, видите, прям с горочкой. Это еще один факт лучшего хранения вашей продукции. Ну вот, друзья, что у меня получилось. 4 литровых баночки и одна 700 граммовая. Чуть-чуть не полная. Но, в принципе, я так и хотела, чтобы ее оставить, кушать прямо сейчас. Поэтому я ее даже не закрывала плотно, не переворачивала. Это пойдет уже, может быть, завтра открою. И опять пожарю свою любимую жареную картошечку. Всем приятного аппетита. Всех обняла, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.